Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем кушать кутабы с творогом и зеленью. Выглядят они вот так вот. В общем, очень аппетитно. Я люблю кутабы. Могу съесть даже 5-6 штук. Вы уже знаете, наверное, по предыдущим видео. В общем, кутабы это моя слабость, а именно с творогом я вам, к сожалению, не снимала. Поэтому решила сегодня исправить эту ошибку. Просто замечательное у меня настроение. Так хорошо, когда папулечка дома. Сидели мы и разговаривали про мое детство, какая я была. И он мне припомнил историю, как я спорила с учительницей из-за оценки. У нас был мальчик, когда я еще в России училась. И он рассказал стих так же, как я. И получается, она мне поставила четверку, а я ему поставила пятерку. И я прям начала спорить с учительницей. Достаточно таки грубо себя вести. Сейчас я понимаю, что это некрасиво. И требовать такую же оценку. Там, знаете, еще другие ситуации были. Почему-то этому мальчику всегда уступали. И как бы все закрывали глаза на это. Родители этого мальчика были в попечительском совете. Я не знаю, это было из-за этого. Или просто мальчик учился лучше меня. Ну, у меня прям с ним был принцип. Я всегда в классе ходила на конкурсы всяких стишков. И мне было реально очень обидно, что почему кому-то поставили пять, а мне поставили четыре. Хотя я так же рассказала этот стих. Я никогда не боялась спорить с учителем. Именно из-за оценки. Мой папа всегда меня в этом поддерживал. Он говорил, что он тоже всегда такой был. И это круто. То есть не то, что учительница права, вот сколько она тебе поставила, столько и поставила. Сиди и помалкивай. У меня отец так не говорил. Всегда папа поддерживал меня и говорил, что нужно стремиться к лучшему. Не обязательно как-то оскорблять учительницу, как-то ей все высказывать. Лучше просто в следующий раз выучить стих не то, что на пять, на десять. И просто не дать повода, чтобы тебе занизили оценку. Вот. Смотрите, сколько масла. Как я обожаю, когда много масла. Я, значит, беру здесь мацони и еще здесь барбарис. Получается очень, просто очень вкусно. Я не знаю, вам рассказывала или нет, но мы с моим братом учились в одной школе до каких-то пор. И получается, что за 10 минут до конца урока он отпрашивался у учительницы со своим другом. И друг отвлекал охранника. Мой брат шел и нажимал на звонок. И все выходили из классов на 10 минут раньше. И все, их уже не собрать. Он учился старше меня. Я помню, что мои одноклассники на литературе, когда учительница спрашивала, не знаю, какое-то стихотворение или было какое-то сложное домашнее задание, они просили моего брата пойти и нажать звонок. Один раз мой брат просто решил нажать на огнетушитель и посмотреть, что же будет. Вот интересно, что же будет в таких случаях. Так, ребята, там такой кипиш был. Я, если честно, сама не ожидала огнетушителей, что оказывается, там техника безопасности, все такое, вызвали родителей. Вся просто школа поднялась на уши. Родители мои были тоже там у директора. Вот. И каждый раз, когда мой брат что-то такое творил, он всегда приходил домой и говорил я больше так не буду. Я не знала, что так будет. Я не подозревала вообще. Как же вкусно, ребята, вы просто посмотрите. Прям вся, прям весь лаваш в масле. А еще я прям все начала вспоминать. У нас была достаточно пожилая учительница по литературе. И у нее был телефончик такой, знаете, только появился телефон и она вроде особо так им пользуются не умеет. Такое еще кнопочное. Мы уже все сенсорными ходим, а она еще с кнопочным. И мы разузнали ее номер телефона. и во время урока наши мальчики звонили ей на телефон. Мне кажется, эта схема работала во всех классах и все учителя верили. Она брала трубку «Алло, алло, алло, алло». А там никто не отвечает. У нас был мальчик, Диму его звали. И зовут, впрочем. И он такой говорит, учительница наша, она была, кстати, наша еще классная руководительница. Вам, наверное, из-за границы звонят. Вот. Поэтому вы не слышите. Она говорит, да нет, из-за границы кто мне будет звонить? Да, Димуль, ты че? И он такой, если не из-за границы, значит, из какого-то подвала вам звонят. Ну, вот точно. И учительница такая, да, у меня сестра, она работает швеей где-то там в подвале. Дима такой говорит, может, что-то важное она хочет вам сказать. Чтобы услышать человека, который находится в подвале, вам тоже необходимо спуститься в подвал. И вы не представляете, она верила. Она просто шла в раздевалку вниз на нулевой этаж и там ждала звонка. Проходило минут 10, она сидела там, ждала, ждала. Мы просто все на ушах. И как только она возвращалась, мы делали то же самое. И это просто пару, наверное, где-то недель работало просто офигенно. потом она как-то поделилась этой историей со своими внуками, со своими детьми. И они такие, ты чего, бабуля, они издеваются над тобой, они узнали твой номер, ты посмотри, говорит, тебе со скрытого номера. Это 100% твои ученики. как же вкусно, ребята. Как же это вкусно. Очень люблю именно с творогом и зеленью. Мы, правда, с мамой не снимали, но если вы хотите, мы обязательно снимем рецепт для вас най-кук. потом ученица пришла и такая сказала, я все знаю, меня мои внуки все объяснили, оказывается, вы просто издеваетесь надо мной, но это больше не прокатит. Она поставила свой телефон на беззвучный режим и начала урок. И первая, у кого она спросила домашнее задание, это был как раз так и Дима. Дима, конечно же, был не готов, потому что он был уверен, что у него есть схема, по которой урока не будет. Честно, мы такие дураки были. Это я сейчас понимаю. Когда у нас не было какого-то урока, мы прям так радовались, мы прям танцевали. Ура, не будет последнего урока. А сейчас, когда ты уже вырос, ты думаешь, кому бы доплатить, чтобы тебе какой-то урок объяснили. Реально, когда ты находишься в подростковом возрасте, ты не понимаешь, насколько важна вот эта информация, которую тебе дает педагог. Нам всегда классная руководительница говорила одну очень важную и по идее очень умную вещь. Она говорила, что никогда нельзя издеваться над своими одноклассниками, потому что завтра ты не знаешь, кем станет твой одноклассник. Может быть, сейчас он просто двоечник, а завтра вы будете отмечать, не знаю, встречу одноклассников на его вилле. Так сложилось и по жизни, на самом деле. У меня один одноклассник, его звали Ренат, он умер. Вот. К чему я... К тому, что непонятно, как жизнь сложится у вас. На мой взгляд, нужно всегда уважительно относиться к своим одноклассникам. В Америке был такой случай, что судья узнал в осужденном, вернее, в подсудимом своего одноклассника. Представляете, вот жизнь такая штука. Я училась и в России, и в Баку. То есть, я закончила школу в Баку. И реально я сейчас смотрю на своих одноклассников, и я немножко в шоке. То, что в России, нет, потому что это маленький город, это Саратов, это же не Москва. И по идее все как жили, так и живут. Особо вот такого, знаете, развития нету. А вот мои одноклассники, с которыми я училась здесь, в Баку, очень неплохо живут, я вам так скажу. У каждого под попой такой, знаете, джип за пару так миллионов. Не завидую, наоборот, молодцы, считаю. Я тоже стремлюсь, стремлюсь к какому-то развитию, не люблю людей, которые просто сидят на месте. Ну, молодцы, в общем. И вот, если честно, как бы москвичи не осуждали всех людей, которые приезжают из регионов, так скажем, говорят, вот Москва, она не резиновая. На самом деле, их можно понять, потому что будущего в маленьких городах нету. На самом деле, маленькие зарплаты, вот что им остается. Я, конечно, понимаю, что все население России невозможно уместить там, в Москве, но все равно люди стремятся туда, где лучше жизнь и это неплохо. Я считаю, что нельзя осуждать людей за то, что они хотят более лучшей жизни. В общем, как-то так. Спасибо, что посмотрели это видео до конца, покушали вместе со мной. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, может быть, для вас эта мелочь для меня безумно приятна. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока!